Здравствуйте! Тема лекции «Общество и культура». Мы поговорим о том, что такое общество, как философское понятие, какие типы общества бывают и какие теории культуры сегодня рассматриваются философами. Итак, понятие общества и философия предлагает не только объективные знания об обществе и истории, но и набор ценностей, в которых выражается конкретная эпоха и культура обусловленная представление об обществе и мести человека в нем. И одной из наиболее ранних известных концепций общества и государства была теория идеального государства Платона. По мнению Платона, идеальное государство должно иметь своей целью общее благо, и достижению этой цели подчиняются частные интересы людей. Идеальное государство, по мнению Платона, состоит из трех каст. Это философы или правители, воины или сражи, ремесленники или земледельцы. Три сословия выделяются Платоном по аналогии с тремя частями человеческой души – разумный философ и яростной частью этого воина и вожделеющей, к которым относятся ремесленники. Различие в душевных свойствах дается от рождения, и человек рождается представителем определенной касты, и, по мнению Платона, государство может быть мудрым и справедливым благодаря душевным свойствам управляющих им людей. И поскольку мудростью обладают только философы, то именно они должны управлять государством, задача воинов – защита от внешних и внутренних врагов, о ремесленниках и земледельцах обеспечения всем необходимыми материальными благами. Государство, по мнению Платона, справедливо, если каждое сословие добросовестно выполняет свою работу. Для того, чтобы ремесленники и земледельцы могли выполнять свою работу, им необходима семья и собственность. Стражам же и философам семья и собственность не нужны. Далее, что касается средневековой философии, то она существенно изменила взгляд на природу и предложила линейную концепцию исторического процесса. И показателями для средневековья является гей Аврелия Августина, который представляет историю как длительный процесс борьбы добра со злом, процесс спасения человечества и обретения им утраченного единства с Богом. И важнейшей вехой в развитии философских представлений об обществе и государстве являются идеи философа эпохи Возрождения Никола Макиавелли. И Макиавелли показывает нам принципиально новый подход к пониманию общества и государства. И по мнению Макиавелли, политика должна быть свободна от любых внешних для нее установлений. Это религия, это этика и это философия. То есть политика для Макиавелли — это сфера действия, а цель действия — это власть. И цель оправдывает средства. Эта тезис принадлежит Макиавелли. То есть для удержания власти правитель вправе использовать абсолютно любые средства. Наиболее эффективными инструментами удержания власти являются любовь и страх. При этом страх — это лучшая гарантия власти, чем любовь. Потому что Макиавелли объясняет это так. Люди по своей природе злые. И поэтому правитель должен удерживать их от неблаговедных поступков с помощью страха и наказания. Концепция Макиавелли ознаменовала собой радикальный поворот в философских представлениях об обществе. И предметом внимания стала политика и не какие-то умозрительные конструкции. И далее Новое время предложило свою интерпретацию происхождения и устройства государства. И здесь появляется концепция естественного права и общественного договора. И Томас Гоббс со своей идеей природного равенства людей. И это равенство приводит людей к соперничеству. И поэтому естественное, то есть догосударственное состояние — это война всех против всех. И такое состояние, оно гибельно для человеческого рода. И осознание этого, а также страх смерти, поталкивает людей к заключению общественного договора. И общественный договор — это договор каждого с каждым. У передачи общей власти права управлять собой. Сам факт заключения договора говорит о переходе человечества от естественного состояния к гражданскому. И главный признак гражданского состояния — это наличие государства, то есть публично организованной принудительной силы. Заключая общественный договор, люди придают часть своих прав власти, держателем которого выступает суверен, все остальные — это его подданные. И Томас Гоббс отмечает, что общественным договором отчуждаются не все права. И у подданных существует ряд неотъемлемых прав, которые государство как раз и призвано защищать. И это право на жизнь, право не свидетельствовать против себя, это право на решение семейных дел, право на выборные стажительства, право покупать и продавать. Джон Лок уточняет идею естественных прав, и он заявляет, что неотчуждаемыми правами личности является право на жизнь, свободу и собственность. И этими правами обладают все люди от рождения, независимо от обстоятельств. И все гражданские законы основываются, по мнению Лока, на идее естественных, неотчуждаемых прав. Что касается понимания сущностей исторического развития, то до середины XIX века в философии превалировали идеалистические концепции двух видов – субъективистские и объективистские. Так вот, с позиции исторического субъективизма развитие общества объясняется действиями великих людей – королей, императоров, крупных политических, религиозных или военных деятелей. Их замыслы и расчеты, их ошибки и поражения приводят к тому или иному историческому событию. А вот совокупность таких событий определяет ход истории. Что касается исторического объективизма, решающую роль в истории играют надличностные силы, то есть божественная воля или абсолютная идея, или мировой дух. Материалистическое объяснение истории впервые было предложено Карлом Марксом, его концепции исторического развития как смены общественно-экономических формаций. В конце 19-го и начала 20-х веков происходит еще одно изменение в философских глядах на историю общества. Представление о линейности исторического процесса сменилось представлением о цикличности общественного развития. То есть история человечества предстала как совокупность сменяющих друг друга цивилизаций и формирование вот этого цивилизационного подхода связано с именами Макса Вейбера, Шпенгера, Ницше, Тонбе и так далее. И нужно отметить, что в современной философии отсутствует единая концепция возникновения и развития человеческого общества и параллельно существуют формационные и цивилизационные подходы, линейная и циклическая концепция истории, ну и так далее. И далее. В зависимости от того, какой аспект общества или истории подлежит изучению, можно выбрать ту или иную философскую концепцию, но при этом не стоит забывать, что жизнь людей всегда богаче, чем любые теоретические конструкции, ее объясняющие. Итак, сделаем вывод, общество есть целостная система, поэтому все его элементы тесно связаны между собой, существуют в единстве, и ненормальное или слабое функционирование одной из подсистем оказывает неблагоприятное воздействие на другие подсистемы. Кроме того, существуют общие закономерности, которые реализуются во всех сферах общества, определяя их характер. Все когда-либо существовавшие общества можно объединить в несколько типов по разным основаниям, и это можно сделать по той причине, что универсальная классификация невозможна из-за необычайной сложности. Здесь, вспоминая Ясперса, давайте отметим, что Ясперс выделяет два значительных триуда в развитии общества. Доисторический, так называемый триуд дикости, и собственно историю, цивилизационный триуд. И историю он разбил на такие этапы, как великие культуры древности, осевое время, это время, когда закладываются основы религий, спасения, это время, когда творили Конфуции, Заратустра, Лао-Дзи, Платон, Сократ, далее век науки и техники, далее единый мир человечества. И еще один интересный взгляд на общество, как мировую капиталистическую систему, представляет нам Балерштайн. И по его мнению, жизнь, общество протекает в трех формах. И это некие мини-системы, то есть небольшие по размерам общества, жизненный путь которых относительно короток. Это дописьменные сообщества, жившие за счет охоты, собирательства и по большому счету погибавшие вследствие экологических катастроф. И вот такие мини-общества держались на взаимном обмене и не имели каких-то серьезных социокультурных различий. Далее это мировые империи, и здесь подразумеваются какие-то крупные политические структуры, которые включают разнообразные культурные модели, существующие за счет эксплуатации. Ну и сюда же, далее вот третий тип, это мировые хозяйства. То есть это огромные интегрированные производственные структуры, которые разделены между собой политическими структурами. Ну, я думаю, что на этом мы с вами закончим, уважаемые слушатели. И более подробно эту тему мы разберем с вами на вебинаре. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...